Здравствуйте! Вы смотрите программу «Городская среда». Я ее ведущая Татьяна Анкудович. Сегодня наша программа непростая. Мы решили воспользоваться прекрасной солнечной погодой и решили записать нашу программу на свежем воздухе. А составить нам компанию согласилась народная артистка России Лариса Лужина. Здравствуйте, Лариса Анатольевна. Большое спасибо, что вы приняли наше приглашение. С удовольствием. Такая погода хорошая. Итак, расскажите, насколько я знаю, вы в Выборге не в первый раз? Нет, конечно, не в первый. Я просто стою сейчас и возвращаюсь 15 лет назад. Вот эта гостиница «Дружба», как и здесь количество народа. Тогда приезжало актеров, очень много было в те годы. Тогда, я говорю, еще были такие наши большие артисты. Сейчас их, к сожалению, уже нет, «Царство небесное». Я помню, как Тихонов шел, как Ромашин, Толя, как Алла Ларионова. Вот мы все отсюда тоже шли так же, я помню, на открытие, такой же толпой большой. Я вернулась 15 или 20 лет назад, вспомнила, смотрю на эти ладьи, вот эти вот. Я знаю, что это Станиславович Ростоцкий подарил, потому что он снимал картину «На камнях растут деревья». И вот как раз он после фильма делал подарок вот этот вот. Вот видите, они до сих пор стоят и о нем напоминают. Кстати, Лариса Анатольевна, про Станислава Иосифовича Ростоцкого у нас есть интересный сюжет. Я предлагаю нашим зрителям прямо сейчас посмотреть его и еще раз вспомнить знаменитого режиссера и его бессмертные творения. Дело было в Пенькове, а зори здесь тихие, доживем до понедельника. Эти фильмы – символы целой эпохи. Их появлением зритель обязан кинорежиссеру Станиславу Ростоцкому. В этом году исполнилось 100 лет со дня его рождения. Юбилейной дате была посвящена творческая встреча в библиотеке «Алта» в дни работы кинофестиваля «Окно в Европу». Вместе с любителями советского кино о Ростоцком говорили Лариса Лужина и Армен Медведев. Его действительно очень любили женщины. Романы Ростоцкого – это были легендарные романы. Когда Ростоцкий сидел в компании, рот не закрывался, в нем все время рассказывал анекдоты. Народная артистка России Лариса Лужина, которая снялась в фильме Ростоцкого «На семи ветрах», вспоминает режиссера как очень умного, мужественного и позитивного человека. Он хорошо разбирался и в политике, и в литературе, и в поэзии. Вот он мне таким и запомнился, веселым, даже не обращаясь на то, что у него там нога. Мы не знали долго, что у него ампутирована нога, потому что он и танцевал вообще, и бегал, и даже как-то не ожидал. Потом случайно как-то заметил, что ты такой один раз как-то руку положил на колени, смотрел там, а потом узнал, что у него ампутирована нога. Вот это даже, хотя это было больно оказывается, это боль очень сильная, когда человек носит такой протез, он у него почти выше колена. И поэтому, а он это все вот как-то умел переносить, очень мужественный человек был. Помнят коллеги и его неожиданный уход. Ростоцкий умер за рулем своей «Волги» по пути на кинофестиваль «Окно в Европу». Жалко, что его нет, он же, я вам расскажу, он же умер почти у нас на глазах. За день до открытия фестиваля Ростоцкий звонит, говорит, я выезжаю на фестиваль. Выехал, а приехала одна, Нина Евгеньевна Станиславович, там где-то в районе театра «Святая крепость», там помер, вызвали не отложку, но уже не помогли. Сегодня в городе Высоцке, где когда-то жил Ростоцкий, его именем названа местная школа. Сейчас здесь ремонт, обновляют и небольшой музей Ростоцкого. Один из главных экспонатов – книга отзывов. В ней расписывались многочисленные гости Высоцка, участники кинофестиваля «Окно в Европу». Здесь же фотографии из архива семьи режиссера, его родственники, актеры и даже белый бим «Черное ухо» есть в этом фотоархиве. В скором будущем в Высоцке появится памятник метру. Для его установки выбрано одно из красивейших мест города. Отсюда открывается потрясающий вид на залив и видна главная достопримечательность Выборга – башня Святого Олафа. Одна из общественных территорий, где мы сейчас находимся – это смотровая площадка. Мы ее назвали вместе с архитекторами «Высокинские зори». На 2023 год планируем ее благоустроить в рамках федеральной программы формирования комфортной среды, где по пожеланиям жителей и по пожеланиям общественников установить в память о нашем великом режиссере Станиславович Ростоцкого памятный знак. Конечно, памятник для человека такого формата заурядным быть не может. В его проект архитекторы вложили глубокий смысл. Тоннель из кинопленки ведет к режиссерскому креслу, которое озаряют солнечные лучи, как символ яркой идеи и рождения шедевра кинематографа. Татьяна Анкудович, Александр Сорокин, Андрей Неробов, медиагруппа «Наш город». Я помню, когда мы приезжали, и начинался фестиваль открытия, и вечером собрались здесь в дружбе. Правда, у нас банкет проходил где-то в красивом месте, по-моему, в башне, или где-то, ну, в общем, в таком историческом месте раньше. Наверное, закрытие было в замке. Может, закрытие это было, может, открытие, я сейчас не помню. Я помню, что в замке, да, мы где-то были. Я помню, что красивое место было. И когда все две собирались, Ростоцкий, он такой хлебосольный был, очень человек веселый, он любил, чтобы вокруг него был народ всегда, актеры там, его друзья. И он привозил, поскольку он рыбак, у него недалеко здесь дача, на Финском заливе, он такой заядлый рыбак, привозил всегда вот таких лещей, которых сам поймал, которых сам закоптил. И вот нас здесь, мы уже ждали, Ростоцкий, приедет, значит, приедет с рыбой. Вот я так все это вспоминаю, думаю, какое-то было хорошее время, тем более, что этот город, вот я не вижу, чтобы он очень изменился, вот честно говоря. То есть, ну, построили какое-что-то, даже не обратил на это внимание, что построили. Но он, даже если построено что-то, не испортили вид самого Выборга, потому что какой он был такой старинный город, и это все осталось, этот дух в нем остался. А потом мне он как-то тоже близок еще, потому что я все-таки в Таллине выросла. И как бы мне это все, здесь многие, оказывается, архитекторы таллинские строили какие-то вещи. Вот, и поэтому думаешь, почему мне так, он как родной город, потому что, ну, это близко мне все. И я очень люблю, и мне Выборг нравится, мне нравится этот самый Калининград, вот я недавно была. Это все какого-то одного плана, такие города старинные, с хорошей какой-то аурой, с хорошим духом, с таким. Сюда приезжай, здесь как бы отдыхаешь, отдыхаешь здесь как-то все. Такое ощущение, что здесь люди живут в свое удовольствие. Вот такое ощущение, чувствуется, что как-то получают радость от жизни. А в Москве все куда-то бегут, бегут без конца. Сейчас хоть стали не в землю смотреть, а стали хоть перед собой и навокруг, потому что Москва тоже преобразилась, она отреставрирована. Старая Москва стала красивой, и новая красивая Москва, она очень много красиво построена, домов. Ну, хоть стали смотреть друг на друга. А здесь все-таки как-то вот как, в Ленинграде, в Санкт-Петербурге тоже такая более размеренная жизнь, чем в Москве. Поэтому здесь как бы можно даже не обязательно куда-то ехать, в санаторий, а вот даже здесь пожить, походить по улицам, Выборгой, уже какой-то отдых ощущаешь. Поэтому здесь здорово, мне очень нравится город. А вы к нам приезжали в рамках кинофестиваля? Да, нет, я приезжала как в рамках кинофестиваля, причем я начинала еще с самого начала, когда были еще Савва Кулиш был, когда был Хуциев, Марлен, вот так что я была как бы на истоках. Я помню тогда еще он назывался, я не знаю, или я придумал, но мне кажется, что это так было, что этот фестиваль был необычный, он был как бы фестиваль не для массового зрителя, а такого интеллектуального кино. Я помню тогда Кира Муратова произвела какую-то свою картину, где Рената Литвинов впервые там появилась в этом фильме. И вот с тех пор она пошла, по-моему, как раз очень хорошо. В других стало сниматься фильмы, там привел Сокуров, привозил. В общем, очень много интересных было. Сейчас тоже молодые ребята, видите, в этом году 9 дебютов. Это все-таки много. Это прекрасно для фестиваля, что так много молодежи участвует в фестивале со своими новыми картинами. И тогда, поэтому все это было в рамках фестиваля, но мы, не знаю, надо было какая-то такая хорошая большая семья, что ли, на этом фестивале. Так что я вспоминаю с удовольствием. С кем-то из ваших коллег, с которыми вы снимались в кино, вы продолжаете дружбу? Ну, мы так, вы знаете, честно говоря, ой, многих уже нет, с кем я дружила. Они уже ушли из жизни. Это я так задержалась тут, слава богу, еще. Ну вот, а так я же дружу с кем? Я дружу с Юрой Черновым, актер, который играл в «Живем до понедельника» у Ростоцкого. Вот, потом дружу с Наташей Гвоздиковой. Иногда так созваниваемся, переговариваемся. Вот Зиночка Киренко ушла недавно из жизни, тоже мы с ней как-то общались. Также Рима, Маркова, они все уже ушли, к сожалению. А так иногда, вот с Розановой иногда мы общаемся. Дача у меня есть под Москвой, в Истре. Я там общаюсь вот с Аленой Рыбниковой. Это дочка Аллы Дмитриевны и Николая Николаевича Рыбникова. Но она потому что рядом живет. Мы там вместе дачу себе приобретали, еще при жизни Аллы. Вот я с ними общаюсь, там еще кое-как с кем. Вы что-то выращиваете на даче? Да нет, вы знаете, особо я ничего не умею. Я городской житель, и у меня на земле ничего не получается, говорится, на «вы». Потом я не люблю грядки копать. Это надо когда-то там жить. Мы же там редко бываем. Ну, то есть с наездами. Приедешь на пару дней, побудешь. Надо же за всем ухаживать, чтобы выросло что-то. Вот сейчас, говорят, я уехал, там огурцы кто-то посадил. А мама моей невестки посадила огурцы. Они уже вымахали. Мне говорят, слушай, давай приезжай быстрее. Тут огурцы уже перерастают. Надо себе собрать. Ну, я не ожидала даже. Соседи поливают их, поэтому они вырастают. А так надо за всем следить. У меня, кроме... У меня единственная гордость, у меня маленький участок, ну, небольшой, 12,5 соток всего. Но зато у меня 37 берез на этом участке. Да, вот такие вот. Я люблю березы. Лесной участок получается? Да, получается, березовая роща такая. Вот. Потом там две ели. Там есть, ну, кустарники какие-то, черная смородина, красная, малина. Ну, вот такие вещи. И цветы, конечно. Цветы. Вот смотрю на эти ваши питунья, как здесь красиво сделаны. Думаю, надо на вооружение взять. Может быть, на будущий год у себя на даче так же сделать. Они очень выносливы, не боятся ни дождя, ни холода. Ну, да. Но все равно их тоже поливать надо, понимаете? Если не поливать, они тут засохнут. Все равно за всем надо ухаживать. Белка у меня там живет, которая жрет грецкие орехи со страшной силой. Я даже не ожидала, что белки так грецкие орехи любят. Прямо по 10 штук за ночь все уносится к себе, видно, где-то у них хранище свое. Запаслись на зиму уже. В библиотеке «Алта» с вашей ладонью был снят свебок. Да, я этого не ожидала совершенно. Для меня был сюрприз, потому что мне никто ничего не сказал. Армен Николаевич даже не раскрыл эту тайну. Я совершенно была просто ошарашена, потому что... А с другой стороны, как приятно. Там рядом будет где и Тихонова ладонь, и Ромашина там. Там много там, я не помню сейчас кто там, но там много там этих звезд. Вот, поэтому я очень довольна и благодарна фестивалю, что у меня тоже теперь останется здесь память. Я сказала Алимиру Николаевичу, что Медведеву... Ну, раз уже теперь звезда моя есть, и ладонь в этом парке в Адлее, и говорю, что я уже вам не обязана на будущий год пригласить на фестиваль. А в этом году вы как попали? Нет, но он пригласил тоже меня, но это я, считай, напросилась, потому что я давно здесь не была. И вот после смерти Ростовского, было, наверное, последний раз, по-моему, только в 2004 или 2006, может быть, все. А потом как-то почему-то больше не ездил, как-то не было таких приглашений особых. А здесь мы были на кинофестивале «Виваткина Россия» проходит в Петербурге. И Роман Николаевич, и Роман Николаевич, у вас же Новая Европа, чего же вы забываете наше поколение-то? Мы же тоже хотим снова посмотреть и вспомнить нашу жизнь во время фестиваля здесь в Выборге. Вот он говорит, хорошо, и вот он меня пригласил, поэтому я вам благодарна. А как давно вы участвовали в съемках в сегодняшний раз? Да я вот только перед самым отъездом, у меня был последний съемочный день. Это в сериале. В сериале, да. Такой он выйдет в сентябре, наверное, сериал 50 серий, райский. Но это, опять же, такие ментовские все дела, когда вот каждая серия посвящена какому-то раскрытию убийства, да. Ну, это просто герой, который актер играет, Владимир Жеребцов, он самый главный следователь. Ну, там своя команда, как во всех этих фильмах. А мы проходим как бы с Леонидом Каневским, мы в паре с Леонидом Каневским, муж и жена. Он бывший следователь, мы уже генерал в отставке. А наш сын является молодым, ну, как молодым, со 40 и чем-то лет, да, молодой, такой очень успешный следователь. Ну, вот, а мы его мать и отец. Хорошо, что меня, правда, там не сделали домработница, а меня сделали заведующее отделение в больнице. Я очень хорошо, что я осталась при работе, а не на пенсии. Так что вот это был последний съемочный день, буквально за день до приезда сюда. У нас в сентябре выйдет на экран. А съемки в сериалах сильно отличаются от съемок в художественных фильмах? Ну, я не, ну, как, да не могу сказать, но они очень быстро снимаются, вот в чем дело. Я не знаю, ну, молодежь, молодые актеры, они как-то уже, они, у них другая школа совсем, они по-другому все делают, воспринимают. Вот если мне текст, мне нужен, пускай даже там немного текста, я должна его прочитать и с ним переспать с этим текстом, потому что он стал моим, чтобы я поняла и как бы почувствовала это все. Обросло мясом, как говорят, да, а они как-то сходу, я не знаю, у них такие монологи, такие, это сам, идеологи огромные, они так приходят прям с листа, хоп-хоп-хоп, и в кадр, и пошли. Как орехи щелкают прям, вот потрясающие. Это не наша школа, это наше поколение, у нас немножко другое. У нас все-таки был репетиционный период всегда раньше, наше съемка, у нас даже закладывалось, даже когда этот договор подписывался, там 20 сегодняшних дней, из них 10, это обязательно репетиции. То есть мы по-другому немножко относились к этому процессу. Наверное, время меняется, но скорость другая совершенно. Если прилетает на съемку, он сегодня в Москве, прилетел там в Казань, отснял, тут уже сел на самолет, уезжал обратно в Москву, в театр, у нас там на площадку театральную. Представляете, как это? А мы жили иногда, экспедиции были, интересно, по нескольку месяцев. Это другая жизнь была. Там было же как-то ты настолько вживался во все, ты уже так жил этой жизнью своих героев. Это было интереснее. Мне так, мне кажется, что вот наша актерская жизнь, мы очень мало получали, сегодняшние актеры, конечно, живут богаче нас, будем говорить, чем советские артисты. Но у нас была, может быть, духовность, что ли, жить глубже как-то. Интереснее было об этом. Мы все-таки общались друг с другом. А здесь только на съемочной площадке поговорили. Я не знаю, может быть, у них другая. Я не... Ну, как-то вот мы не думали, не были так, чтобы в компании, чтобы там где-то... Потому что нет времени, нечем после съемки собраться, где-то в том же ресторанчике или в кого-то в номере посидеть. Потому что они уже все разъехались, разлетелись по своим другим там съемкам, другим мероприятиям каким-то. Понимаете, нет возможности пообщаться. А у нас эта возможность была. И очень интересно было. Особенно вечерние посиделки, когда каждый что-то в чем-то... Вот когда там Володе Высоцким снимали, когда «Вертикаль», вот он пел нам. Он тогда был запрещенный, а у него были все новые хорошие песни. Мы уже знали все его первые песни написанные. И, понимаете, сейчас таких я не вижу таких компаний, вот где можно попить, почитать стихи, там, не знаю, поговорить, рассказать анекдоты, какие-то байки театральные. У каждого была какая-то своя... Свой такой багаж интересный, творческий. А сейчас вот... Я не знаю, может быть, это мне так кажется. Потому что у меня уже возраст большой, поэтому я по-другому смотрю на все. Вы упоминали, что со Станиславом Достоцким Вы часто выезжали за границу. Ну да, я первый раз попал за границу как раз с Станиславом Ищем с фильмом «На семи ветрах». Я у него снялась в этой картине. И в 62-м году нас пригласили в Камны. Это была моя первая поездка. Я только до второй курса института перешла. Первая поездка была за границу. А тогда был железный занавес. Ну, сейчас тоже железный занавес возникает. Но с другой стороны, с их стороны. А тогда был с нашей стороны железный занавес. Нас никуда не выпускали. Советских людей вообще нельзя было за границу выехать. Но только артистам везло. Творческим людям, когда проходили премьеры, фестивали. Картины-то наши, что приглашались на фестивали. Мы участвовали в этих показах. И вот мы поехали в 62-м году сразу в Париж. Конечно, это было очень интересно. До того времени, когда у нас в Советском Союзе жизнь была достаточно сложной, медуматериальной. Никаких вещей не было красивых. Ничего не было. Когда-то приезжал за границу. Или красивых. Да денег не было, чтобы купить. Нам давали очень мало. Там хватало-то, может быть, на какие-нибудь сувенирчики. А так, чтобы ходить. И ты сейчас смотришь, никакой разницы нет. А тогда ходил, смотрел, крыша ехала. Как говорят, слетала. Потому что такие красивые вещи. Такие красивые. Это туфли. А тогда у нас ни обуви не было, ничего не было. И колготок не без галтеров. Вот это было тяжело. Так вот молодость была. И в Риме с тобой вспоминаешься с удовольствием, с теплом. А вот то, что был обделен, женщина особенно, когда не хватало ни косметики, ни красивого белья. И даже у актрис не было доступа. Откуда? А мы же обычные люди такие же. Дефицитный товар все-таки, наверное, больше доступен? Ничего нам нет. У нас это только могли иметь доступ к такому, я все время говорю, да все знают об этом. У нас в ГУМе была такая 200-я секция. Там были импортные вещи, там были хорошие вещи. Но туда доступ был только женам больших людей. Секретаря, попкомов, горкомов, первосекретаря, там еще. Вот таким только. А нам туда нет, не было доступа. Ну, только если уж народно-арктистко-советского союза. И то по знакомству, потому что всегда знакомились жены этих больших людей с актерами. Естественно, они же фильмы-то смотрели, любили своих там как-то любимцев. Были у кого-то свои любимцы. Вот тогда по знакомству кого-то из нас туда протаскивали, там может быть что-то купить. А так в магазинах же ничего особенного не было. Кто-то из членов вашей семьи пошел по вашим стопам? Нет, вы знаете, нет, ну как пошел, актеров нету никого. А с сыном у меня работает звукорежиссером. Он работает с хорошими режиссерами, с Говорукиным все картины делал, с Шах Назаром, со Светланой Дружининой. Вот он единственное в кино пошел, потому что у него отец, бывший муж, он ушел в прошлом году из-за ковида и жизни. Он очень хороший оператор, он такой оператор был, который знает многие зрители. Он снимал «Экипаж», «Интердевочка», «Цар-Араб» Петр Ара поженил, там «Сказка странств» и много хороших картин, но хороший был оператор. Вот. Никто не пошел. Хотели, чтобы он по операторской линии пошел. Он сказал, я не хочу, Павел сказал сын мой. У меня один сын. Вот он звукорежиссер, ему это нравилось. Он с детства со мной ездил на концерты, которые у нас там проходили. Ну, по йогу ездили всегда, такие концерты в театрах были. И он всегда присутствовал на этих концертах, помогал звуковику, режиссеру там, чтобы сглубь наводить, все такое, ему это нравилось. А старший внук уже закончил МГУ, он, значит, такой факультет глобальных процессов. Потом уже магистратура закончилась, сейчас собирается в аспирантуру. Так что вот, на отлично, с красным дипломом, так что он такой очень умный. Я с ним даже разговаривать не могу, потому что у меня, я не знаю, даже не знаю, не могу с ним тему найти, потому что у меня свой взгляд на сегодняшнюю жизнь совершенно другой, противоположный, чем мой, предположим. И чтобы не ссориться, мы пытаемся обходить все, всякую политику, все сегодняшние происходящие события. Вот, а средний внук тоже, он мира, это московский радио, технический радио, и там, в общем, с компьютерами связан. Он какой-то идет по компьютерным играм, что-то собирается, ну, очень увлекается компьютером. А младший пока в шестом классе, внук, так что у меня трое внуков. Пытается ходить в студию, но мне кажется, что у него нет особого желания, нет. Знаете, когда хотят стать артистом, даже с детских лет, они действительно хотят, они тогда что-то пытаются делать, они как-то живые схватывают все. Ну, ему как-то равнодушно к этому. Его мама заставляет пойти в студию, он походит, походит и бросает. Музыкальную, правда, пять лет закончил музыкальную школу, ну, это хорошо. Это и среди закончилась, милетку музыкальную. Это для общего развития прекрасно. А чем вы любите заниматься в свободное время, как проводите дни свои? Вы знаете, честно говоря, как-то свободное время сейчас особо, не знаю, чем. Я вот пытаюсь, я люблю играть на бильярде, вот я могу здесь даже сказать. У меня дома есть бильярд, надо, я сейчас специально поставила бильярд, 10 футов, такой приличный. Вот, и русский бильярд у меня, русский. Вот, мне очень нравится бильярд, но я, конечно, не очень хорошо играю. Но он как-то все равно, вот, можно наедине даже само собой играть, как-то успокаивает. Даже как ваш выбор успокаивает, так и бильярд успокаивает. Приедете на 31-й кинофестиваль в Выборг в следующем году? Я с удовольствием. Вы знаете, во-первых, я хочу поздавить выборжан, выборжан или выборжан, как правильно, Вы поздавите, у вас же день города, по-моему, да? Да. То днем города хочу поздравить, пожелать, я не знаю, счастья всем живущим в этом прекрасном городе, красивом, зеленом, таком сказочном. Такие сказки Андерсона почему-то сразу вспоминаются, когда ходишь по вашему городу. Вот, пожелать им спокойствия, счастья, благополучия. Конечно, самое главное, здоровья, чтобы дети звонко семьялись и радовались каждому дню. Спасибо вам большое за нашу интересную беседу. Приезжайте к нам еще. Хорошо. А зрителям я напомню, что это была программа «Городская среда». Оставайтесь с нами. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!